Наверное, многие с самого детства помнят, что не надо бояться ложки, а надо бояться вилки. Хотим вас обрадовать, в новой цифровой парадигме вилки бояться не надо. Минутка неглубокого погружения в иностранные языки на fork the system. В переводе с русского на английский вилка — это fork. В среде программистов слово fork означает взять открытый программный код, сделать его копию и внести свои изменения или поправки. Таким образом, исходный программный код как бы разветвляется, то есть происходит что-то типа вилки кода. Только в нашем случае вилка — это глагол. В то время как в централизованной парадигме программный код обычно закрыт, и копировать чью-то работу считается чем-то плохим, и это называют таким словом как плагиат, то в децентрализованной парадигме с открытым программным кодом никакого плагиата не существует. Наоборот, копировать и улучшать — это и есть что-то ценное. В то время как в централизованной парадигме создатель кода или вообще создатель чего-либо считается крутым тогда, когда он это создал и никому другому не дает этим пользоваться, в децентрализованной парадигме крутой программист — это не тот программист, который создал код, закрыл его и никому не показывает, а тот программист, который создал код и выложил его для всеобщего пользования. И чем чаще этот открытый код копируется и улучшается, тем круче программист. То есть, иными словами, чем больше форков у открытого кода, тем круче тот программист, который создал этот открытый код. И, конечно же, на самом деле форкать можно что угодно. И мы уже давно знаем огромное количество примеров различных форков. Например, все пародии являются форками. Пародия — это и есть не что иное, как взять исходник и немного его изменить, чтобы сделать его смешнее. И на самом деле эволюция — это не что иное, как форк нашего генетического кода. То есть, все время берется исходник и немножечко меняется. В результате мы имеем какую-то измененную копию. Некоторые измененные копии становятся более приспособлены к окружающей среде, чем продолжают себя реплицировать и порождать новые форки. И даже в тот момент, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык и перевел ее, конечно, так, как хотелось ему, после чего возникло лютеранство и тысячелетнее правление католической церкви пало, это тоже был форк. И наша рубрика на канале ForkLog не зря называется Fork the System. Понимаете, что мы хотим сделать с системой? Мы хотим ее форкнуть. И сегодняшний выпуск Fork the System на самом деле форк одного из наших предыдущих выпусков с другого канала. Мы уже находились в этом месте, но мы не смогли заснять здесь крутое видео, потому что фонтан работал, ужасно шумел, микрофона у нас не было, звук был отвратительный, и мы не смогли показать вам все эти красоты. И вот мы решили форкнуть одну из своих предыдущих серий, а точнее форкнуть место, в котором мы снимаем серию. А будет ли форк лучше исходника, решать вам. Потому что не всегда изменения в исходный код делают исходный код лучше. Иногда такие изменения делают исходный код намного хуже. Поэтому сделать форк, это не значит сделать лучше, это значит внести изменения. А вообще, откуда берутся все эти форки? И зачем кому-то вообще нужно что-то форкать? Чего бы свое не придумать? Ну на самом деле появляются просто отличнейшие программы, интереснейший программный код, который отвечает потребностям пользователей и других разработчиков. Этот программный код становится настолько востребованным, что вокруг такого программного кода образуются целые сообщества разработчиков. И вот, например, Linux — это одно из самых больших сообществ разработчиков, которые собрались вокруг программного открытого кода. И то, что делает это сообщество разработчиков, востребовано не только самими разработчиками, но и всем миром в целом. Например, те космические корабли, которые мы запускаем на Марс, работают на Linux. Самое интересное, что даже сервера Microsoft работают на Linux. А из 500 самых мощных суперкомпьютеров всего мира, 498 работают точно так же на Linux. Два работают на каких-то своих операционных системах, которые, я не помню, как называются. И каждая новая версия Linux — это просто форк предыдущей версии. Форки появляются, потому что код был настолько востребованный, что им все пользовались. Но время меняется, технологии развиваются, и старый код уже не соответствует требованиям нового времени. И поэтому появляются форки этого кода. С появлением блокчейна, блокчейн Биткоин, как самый первый блокчейн, имел больше всех форков. Но в какой-то момент он уступил первенство по форкам блокчейну Этериум. И на данный момент блокчейн Этериум — самый форкуемый или форка... В общем, блокчейн, который чаще всего форкают. Ну почему Этериум так часто форкают? Ну потому что Этериум не идеальный. И у Этериума есть свои недостатки. И главный недостаток, который бесит всех, наверное, даже Виталика Бутерина. Хотя нет, наверное, Виталика Бутерина это радует. Что у Этериума просто ужасные комиссии. И они настолько огромные, что люди начинают искать решение, как бы сделать то же самое, что и Этериум, только чтобы за комиссии надо было меньше платить. Наверное, одними из самых удачных форков Этериум можно считать Binance Smart Chain и Polygon. На самом деле это те же самые блокчейны Этериум, у которых майнеры заменены на валидаторов. Вместо того, чтобы майнить цепочку, они валидируют цепочку. Как результат, скорость транзакций повышается, а оплата транзакций понижается. Такие блокчейны называют EVM совместимыми. Что значит EVM? Это Этериум Virtual Machine. Блокчейн Этериум представляет из себя не что иное, как виртуальную машину для вычислений. И очень важно быть совместимым с блокчейном Этериум, потому что блокчейн Этериум такой огромный, там такая огромная экосистема, и там огромное количество разработчиков, которые пилят огромное количество тулзов. Наверное, сложно найти блокчейн, который бы не хотел быть EVM совместимым. Даже в экосистеме Космос появился блокчейн, который нацелен на EVM совместимость. И этот проект называется EVMOS, то есть смесь EVM и Космос. Раньше этот проект был известен как Эйзерминт, то есть такая связь Тендерминта и Этериума. Ну, теперь решили переделать в EVMOS. Но неужели форкают только Этериум? Конечно, нет. Появляются и новые протоколы, которые кардинальным образом отличаются от Этериума. И их тоже форкают. Например, Солана получилась настолько успешным протоколом, что и у нее начинают появляться форки. Все мы наслышаны о Солане и о ее сверхбыстрых транзакциях. И это очень крутой блокчейн, на котором сделано огромное количество тулзов. Но блокчейн Солана, EVM, несовместимый. И есть несколько решений, которые объединяют блокчейн Этериум с блокчейном Солана. Но более того, существует форк Соланы, который называется VELOS. Это та же самая Солана, только EVM-совместимая. Чем интересны форки? Мы можем взять исходный код и добавить в него все то, что бы мы хотели добавить. И как результат получить не просто улучшенную копию, а нечто новое, обладающее новым функционалом и новыми свойствами. Крипт. Криптаны, к вам обращаюсь я. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Форклок. Мы будем форкать, форкать и еще раз форкать. Форклокс. Форклокс. Субтитры создавал DimaTorzok